Каждый год от наркотической зависимости умирают или становятся недееспособными десятки тысяч людей. Причем абсолютное большинство из них – это подростки и молодежь до 30 лет. На сегодняшний день в нашей стране насчитывается около 18 миллионов наркозависимых. Эта проблема настолько масштабна, что представляет реальную угрозу развитию нации. Наркомания сегодня – острая социальная проблема, масштабы которой увеличиваются в геометрической прогрессии, охватывая в первую очередь молодежь. По своей сути наркомания – это заболевание, характеризующее расстройствами психики и сильнейшим влечением к наркотическим веществам. При не получении своей временной дозы наркотика больной обращается вновь и вновь к следующей дозе. Таким образом происходит зависимость, и он становится наркозависимым. Подростковая наркомания – самое страшное социальное явление, ведь при этом разрушается психика несозревшего еще человека, молодого, неокрепшего организма. Пристраскиваться к наркотикам подростку гораздо более легче в силу его несформировавшейся психики и желания выделиться. Вылечить такого человека от наркотиков подростка или взрослого – задача очень трудная. И прежде всего сам подросток и любой человек не желает изменяться, он не желает принимать другой образ жизни. Потому что есть хорошая пословица – спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И если он эту руку не протягивает и не просит помощи, помочь ему нереально. Потому что он живет в своих иллюзиях, в своем мире, он не решает никакие проблемы, у него все прекрасно, хорошо, и зачем изменяться в какую-то сторону. В зависимости от наркотических веществ, их типа, воздействие на организм самое разное. Самые сильные наркотики – это героин, морфин. Это сильнодействующие и опасные. При передозировке таких наркотиков наступают, конечно же, летальные исходы. Производные конопли – это марихуана, тоже часто употребляемые наркотики, считаются легкими. Но, к сожалению, доказанный факт, что при длительном употреблении таких препаратов начинаются изменения и появляются раковые клетки в организме. Есть еще психостимуляторы, есть синтетические наркотики, галлюциногены. И также напитки энергетики. Их тоже можно отнести к наркотикам, ведь в состав их входят психотропные вещества. Кроме всего этого, в последнее время очень часто мы слышим об аптечных наркотиках. Аптечные наркотики – это неофициально общеупотребляемое название лекарственных препаратов с мощным обезболивающим и седативным эффектом, которые могут тоже вызывать зависимость. Потому что те дозировки, которые предлагаются разработчиками, они не соблюдаются. И дозировки увеличиваются в несколько десятков раз. Соответственно, идет отравление организма, сильнейшая интоксикация, нарушается психика, больные становятся нервозными, раздражительными, нарушается сон. Колоссальная идет интоксикация внутренних органов. В конечном итоге, если вовремя не оказаться рядом и будет передозировка таких препаратов, может наступить летальный исход.